Министерство труда подготовил законопроект о величине прожиточного минимума в третьем квартале. Оказывается, цены упали, поэтому прожиточный минимум тоже снижают. Прикольно, да? Это не анекдот, я вам серьезно говорю. Они снижают прожиточный минимум. Молодцы какие. Минтруд вот так же решил с пособиями с детскими помаркетанить. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до полтора года смогут получать только те родители, которые фактически ухаживают за детьми. То есть, мама, мать-одиночка, кормить ребенка абсолютно нечем, никакие пособия не проживешь. Выходит на работу, да? И все, и лишается пособия по уходу за ребенком. Она выходит, чтобы заработать хоть как-то накормить семью. Парадоксальная совершенно ситуация, жуть. Ну, то есть, они, видите, копейку никому нигде не дают. У всех дай, 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 а ну-ка иди сюда, а ну-ка дай, а ну-ка иди отсюда. Половина россиян оказались с лишним весом. Ну, тут не надо быть пророком, чтобы сказать, что сейчас они придумают, как с этим делом бороться. То есть, ну, или штрафовать будут, или налоги будут вводить какие-то особенные, или ограничивать медицинское страхование для людей, у которых больший вес будут говорить, что нет. Они чаще болеют, поэтому больше средств потребляют. Поэтому вот если толстый, значит, должен платить за лечение сам. Ну и так далее. Ну, мы увидим это все. Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов. Ну, я так понимаю, что Минюсту хочется собирать эти деньги. Они же получают маржу с невыплаченных алиментов. Поэтому требуют ужесточить, чтобы сажать и так далее. Очень важно для них, чтобы, ну, помните, вначале приняли о пенсионной реформе закон, а потом приняли дополнение, где указали, что должны людей предпенсионного возраста, то есть, экс-пенсионеров, те, которые до этого могли быть пенсионерами, а тут их пробросили, что их должны содержать бывшие жены, дети, мужья бывшие, ну, супруги и так далее. Ну, потом, я думаю, придумают, что должны содержать бывшие одноклассники, бывшие сокурсники. Путин может выступить, скажет, видите, как я одноклассников с сокурсниками содержу, а вы что же так не содержите и так далее. Поэтому, я думаю, что сейчас в эту группу, которая не платит алиментов, очень много людей войдет. Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики, но мы уже об этом говорили. Какой рост экономики? И вот названный институт Гайдара назвал основные препятствия для роста промышленности в России. Как вы думаете, какое основное препятствие для роста промышленности? Я не глядя, даже в это могу сказать, нищета. Нищета. И это главное препятствие. То, что все воруется, все выносится, все вытаскивается, все тратится на роскошь. Что все эти миллиардеры дутые, на самом деле, они должны больше, чем они украли. И читаю их заключение. Как следует из мониторинга экономической ситуации в РФ, традиционный опрос российской промышленности, начиная с 2009 года, недостаточный спрос остается, по версии промышленников, основным препятствием для роста производства. Сегодня его считают недостаточным 52% предприятия. То есть, диагноз правильный – нищета. Как бы они это ни называли. Недостаточные розы. Кризис перепроизводства. И так далее. Хрень полная. Нет никакого кризиса перепроизводства в других странах. Все раскупается нафиг. Все раскупается. Если не могут купить в этой стране, почему на экспорт не уходят? Потому что отнимают все. Потому что путинский режим. ПОДПИШИСЬ!